Одна из чудовищных трагедий в истории человечества. На этой неделе во всем мире вспоминали жертв Холокоста. Дата выбрана не случайно. 27 января 1945 года советская армия освободила крупнейший нацистский лагерь смерти Асвенцем в Польше, где по разным оценкам погибли от полутора до четырех миллионов человек. В результате Холокоста было уничтожено 6 миллионов евреев. Продолжим тему с гостями нашего эфира. С нами на связи Петр Илюкимсон, заместитель главного редактора израильской газеты «Новости недели». Приветствую вас. И Михаил Финкель, израильский эксперт в области международных отношений. Михаил, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, прошло уже столько лет с той даты, но и сегодня нельзя забывать о Холокосте ни в коем случае. Почему так важно помнить? Господин Илюкимсон, начнем с вас. Вы знаете, чисто лично, во-первых, вопрос. У меня половина семьи, даже большая половина, я бы сказал, хотя больше половины не бывает. Большая часть семьи и со стороны матери, и со стороны отца погибла в катастрофе. Я не имею слово «Холокост», это греческое слово, но ничего, что погибла в катастрофе тоже самое с жены, и со стороны отца, и со стороны матери. Я рос на рассказах об этих семейных трагедиях. Я рос на рассказах о том, как расстреливать, например, семью двоюродного брата моей бабки. Он сам был на фронте, было 36 детей, последний ребенок лежал, последний ребенок родился перед началом войны, это был август 1932 года, и вот расстреляли эту женщину с крупным ребенком на руках и с 11 детьми, которые стояли вокруг нее. И когда я приезжал к бабке на Украину, и в Украину, как сейчас говорят, я хорошо помню портреты из детей, фотоснимки, я помню другие портреты. То есть это все та боль, которую мы несем. До сих пор у нас сегодня читать, например, письма, которые написала русская соседка прадеда моей жены. Она рассказала о том, как убивали его семьи, ее взлымки, это белорусское местечко, белорусский поселок. То есть все это живопамять, это очень личная боль, это очень личный вопрос, мы этого не забываем. И я думаю, что сейчас важно просто передать память в последующем поколении, что мы и делаем. У меня дочка, например, очень много ездила с группами из Израиля по местам катастрофы, в том числе и была. В том городе, где родилась моя бабка, где я родился, например, из не рождаться в 1963 году, в Прилуках. То есть это действительно тоже проходит через нашу историю, через каждую вести семьи. Поэтому нельзя сказать, что это внешне отличенное, так сказать, общее. Спасибо большое, наши соболезнования вам. Господин Финкель, в продолжении, на этой неделе, вот когда мы чтим память жертв Холокоста, когда такая страшная трагедия, мы параллельно становимся свидетелями событий, что во Франции притесняют евреев. Большинство евреев сталкиваются с насмешками. Вы наверняка читали новости об этом. Многие из них даже вынуждены скрывать свое происхождение. Как вы прокомментируете эту ситуацию? Это страшная дата, Холокост, и у меня тоже половина семьи была убита, деды были на фронте. Убита была 14-летняя сестренка моего деда, Ривка Финкель, расстреляна с бабушкой Фридой Модок в Орву, в Сатанове, в Украине. Это все страшно, я тоже рос на этих историях. Вы упомянули Францию, Махрибан, а я добавлю к этому списку. Это не только Франция, это очень многие государства Европы и всего мира. И помнить об этой трагедии нужно, чтобы она не повторилась, потому что повториться она может уже сегодня. Звериное начало живет в большинстве людей мира, к сожалению, и никто не застрахован от очередного повторения. И с нашим народом, и с другими народами, потому что мы видим вот эту жуткую звериную сущность, которая царит в душах очень многих людей. Поэтому детей, студентов нужно правильно образовывать, нужно учить, нужно прививать омерзение и ужас перед такими трагедиями, как Холокост. Ну а Франция, я вам скажу, что оттуда уже 600 тысяч евреев уехала в Израиль, и процесс этот не останавливается. Французские евреи не чувствуют защиты ни от французского государства с его ханжеством, ни от французской полиции. Поэтому вот то, что есть. Господин Люкемсон, следующий вопрос у меня к вам. Вы должны знать не понаслышке о том, что в Азербайджане проживают тысячи евреев и в каких условиях они проживают. Почему, на ваш взгляд, наша страна сумела сохранить традиции мультикультурализма, толерантности в отличие от других, от тех же стран Европы? Вы знаете, я совсем недавно говорил, к сожалению, этот человек умер, говорил с Пакинсом, с которым мы росли в соседних домах. И оказывается, его отец, например, вспоминал, что вообще Баку сыграл для спасения евреев огромную роль. Тысячи евреев спасли именно в Баку, Баку принял их, причем принял их очень хорошо. Я говорил со многими людьми, которые оказались либо в эвакуации в Баку, либо остались потом в Баку. Это был особый город, и после того хаоса, где я рассказывал, как после хаоса, первые после военных дней, люди добирались до Баку, и вдруг оказывалось, что все более-менее нормально. То есть люди спали в первое время на бульварах, прямо на Приморском бульваре. Он был забит этими беженцами, этими эвакуированием. Но была бесплатная раздача обедов, бесплатная раздача теплых одеял и так далее. То есть люди чувствовали, что о них заботились, и вот за это, конечно, безусловно огромное спасибо азербайджанскому народу. А вот тот человек, который мне это рассказывал, его отец горский еврей, оказывается, хорошо сдал и даже почему. Потому что его дедушка вместе с другими евреями ходил на Бакинский вокзал и ждал вот этих поездов с эвакуированными, чтобы их принять, их принимали целыми семьями. Вот в результате целой семьи, и мы из Украины, из Польши, не только из Украины, из Польши, из Белоруссии и других мест, они оказываются в Бакинских двориках. И некоторые так и задержались. Многие разъехались, некоторые так и задержались. И вообще, так сказать, традиция, вы понимаете, я вырос из аэблажанского народа, я очень люблю этот народ. Вот эта традиция, я не имею слова мультикультуризма, вот эта традиция такого доброго отношения к человеку, независимо от отциональности. Такого чисто бакинского братства, она очень важна, она всегда была, она очень чувствовала. Я думаю, войну она просто кому-то проявилась. Вот как проявляются фотографии, то, что было, может быть, скрыто. Вот это вдруг стало совершенно явно, очень четко, получилась такая четкая фотография, которая говорит, в общем-то, да, большой силе человечества, большой силе аэктуризма, гуманизма Бакинского народа. Я повторю, мы это помним, мы это не забываем, мы за это благодарны. Спасибо вам большое за эти теплые слова, очень приятно слышать. А сейчас я хотела бы зачитать небольшую информацию, которая стала известна тоже на этой неделе. Ветеран Великой Отечественной войны Георгий Гинзбург признан Министерством юстиции Израиля героем в борьбе с фашизмом. Он проявил героизм в рядах советской армии во время войны с нацистской Германией. Ему 103 года, до 1990 года он проживал в Азербайджане, а затем переехал в Израиль. Хотя он находится на исторической родине уже больше 30 лет, ветеран лишь недавно подал заявку на получение знака отличия за участие во Второй мировой войне. Вот такими должны быть герои. Но что мы наблюдаем сегодня? Пока мы чтим память жертв Второй мировой войны, память жертв Холокоста, армянские националисты эту память оскорбляют. Представители армянского лобби в Москве попытались организовать фильм, показ фильма о фашистском приспешнике, пособнике Горегине Нжде. О нем, я думаю, вы все уже знаете давно. Но эти планы с треском провалились, им помешала московская полиция. Почему сегодня армяне так поступают? Почему они попросту плюют в душу другим народам? Господин Финкель. Мне кажется, что народы бывают двух видов. Это народы, которые никогда не смогут стать фашистовающими. К таким народам, безусловно, относится азербайджанский народ, гостеприимный, открывающий свои двери для всех путников, странников, для тех, кого нужда привела на благодатные земли Азербайджана, а в прошлом и великой Хазарии. И есть народы, которые фашистовующие по природе, которые любое зло, любую смердящую мерзость, которая была коллаборационистом с Гитлером, объявляют национальными героями, ставят ему памятники, называют их в честь улицы, проспекты. Вы понимаете, это полная подмена тезиса, когда черное объявляется белым, когда зло объявляется добром. Это апологетика фашизма. Это возвращение Гитлера за НЖД, за маской этого преступника и кровавого палача, за генералом Дро, командующим армянским легионом Вермахта, который участвовал в Холокосте, и по локоть в крови. За ними ведь виден бесовский оскал Гитлера. И вот это надо понимать. А ведь де-юре – это неофашизм. Только это неофашизм государственного уровня, на уровне всех государственных институтов. И вот это страшно. Господин Люкинсон, этот вопрос к вам также. Почему сегодня армянские националисты так поступают? Следующее. Дело в том, что, ну, среди армян, когда я говорю с армянами, тут же мне говорят, что, а вот среди армян очень много праведников мира, то есть людей, которые спасали евреи в разных странах. Вот там и среди турок есть праведники мира. Почему? Если есть, то их очень мало. Я говорю, среди турок огромное, вообще на самом деле, огромное количество праведников мира, потому что Турция, как ни странно, будучи союзником еврейской Германии, она в своих евреев не тревоговала, там ни один еврей не пострадал, поэтому получается, что весь турецкий народ оказался, как бы, в праведниках мира. Ну, это смешно. Смешно вообще обсуждать этот вопрос. Но я вам скажу следующее. Есть исторические корни армянского антисимитизма. Они очень-очень глубокие. Они уходят в такую древность, что страшно даже вспоминать. Например, в романе «Рафис Армел» об армянском антисимитизме есть сцена, когда всех евреев, мужчин, взятых в плен, армяне убивают мальчиков в косты, а туда женщин превращают на лошадь. Потом историки считают, что армянский антисимитизм усилился в период, когда евреи и армяне жили в Турции. Жили в бок о бок и конкурировали друг с другом. Армяне видели в евреях конкурентов в торговых делах. И поэтому, так сказать, очень часто пытались провоцировать эти еврейские настроения в Турции до погромов. И действительно, такие попытки были. Но турецкие новостями они, кстати, сразу подавлялись. Это тоже известно. Ну, а сейчас, вы понимаете, дальше вот этот антисимитизм действительно чувствовался всегда. Сейчас он усилился среди тем, что Израиль очень помогает Азербайджану, безусловно. Но он был действительно всегда. Армения, кстати, с точки зрения... Она приняла меньше всего эвакуированных. Гораздо меньше, чем Азербайджан и Грузия. В течение войны это замалчивается. И вы знаете, что меня больше всего поражает? Я даже не хочу обсуждать, почему это так? Почему они такие антисимитные? Потому что исторические корни там очень-очень глубоки. Я поражаю то, что очень многие люди просто отказываются поверить в этот армянский системитизм. Они искренне сочувствуют армянам, занимают проармянскую позицию в армяно-азербайджанском транспорте. И когда, например, я писал, он несколько месяцев назад, полгода же был уже памятник, на самом деле, жертвам катастрофы, которые устроили в Армении, так сказать, чтобы сделать то, что называется, на азербайджанском интернете Израилю, он ускоренялся уже очень многом раз, когда я об этом стал последний раз, на меня брошилось, что это неправда, что я пользуюсь азербайджанскими источниками, что я вру и так далее, и тогда я залез просто в армянские источники и сказал, ребята, эта информация пришла из Армении, это не выдумано кем-то для того, чтобы очередить Арган. Эту информацию подтверждает самый солидный армянский информационный агент. То есть пока остается фактом отношения у нас с армянским народом здесь сложные, исторические сложные, это еще связано с тем, что армяне пытаются вырезать, занять место евреев, они нам даже завидуют, что у нас была катастрофа, вот понимаете, они начинают говорить, что вот нет, наш геноцид, это не меньше и так далее, и так далее. Это все звучит иногда настолько чудовищно, настолько исторически нелепо, что ты не знаешь, плакать или смеяться. Но переведите в чем-то абсолютно невозможно. Да, они всегда соревновались с евреями, это действительно факт. Последний мой вопрос, господин Финкель, хотелось бы, чтобы вы подытожили, мы много раз поднимали тему героизации фашизма в Армении, говорили об этом, но тем не менее, мы видим, что все это продолжается. Есть смысл с этим бороться, если армянская страна до сих пор никак это не осознает и не признает свои ошибки? Я считаю, что геноцификация любая, например, даже нацистской Германии, она не может произойти сама по себе. Она всегда должна быть навязана силой и прийти извне. Ничего само по себе не произойдет. Пока вот все остается так, как есть, оно и будет оставаться так, как есть, и будет героизация фашизма, будет переписывание итогов Второй мировой войны, будет антисемитизм, ксенофобия, тюркофобия, азербайджанофобия и так далее. Все это будет продолжаться. Я, честно говоря, в этом вопросе пессимист. Я не вижу, что что-то изменится. Но мы обязаны об этом говорить. Мы обязаны рассказывать об этом миру. Чтобы вот эти розовые очки, о которых говорил господин Лю Кимсон, у многих людей спали. Чтобы люди понимали всю эту ложь, всю эту чудовищность происходящего. Потому что народ, который на весь мир говорит о своем так называемом геноциде, не может быть народом, прославляющим фашистов. Это несопоставимо одно с другим. Если вы прославляете фашистов, то значит, что-то тут не так, значит, вы сами в одной лодке вместе с фашистами, вместе с Гитлером, вместе с его идеями. Вот что ужасно. И мы обязаны об этом говорить, и мы будем об этом говорить. Кто бы чего не говорил нам. Спасибо вам большое. Еще раз выражаю соболезнования вам в связи с Холокостом. Спасибо за то, что присоединились к нашему эфиру. До свидания. До свидания. Напомню, на этой неделе мы почтили память жертв Холокоста. На связи с нами были израильский эксперт в области международных отношений Михаил Финкель и заместитель главного редактора израильской газеты «Новости недели» Петр Люкимсон.